Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Санген Коккион 2012 года выпуска Двигатель 2 литра, дизель, механика, полный привод Пробег на автомобиле 95 тысяч километров Застучал передний стабилизатор Заказали втулки и стойки стабилизатора Поднимаю автомобиль, снимаю его передние колеса И смотрим, как нам подобраться к втулкам Вот так вот звучит Немножко убираем грязь Ну что, берем головку на 14 Попробую сначала трещеточным ключом Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь возьму вот такую конструкцию С гибким длинителем Болт открутил Болт открутил Болт открутил Болт открутил Болт открутил Пусть еще покиснет Пока я беру два ключа на 17 Трещоточные одеваю на гайку Вторым ключом Еще прорезь Вот нашел И верхнюю точку Откручу Пистолетом Болт откручу Болт откручу Болт откручу Верхний палец живой Болт откручу Болт откручу Болт откручу Болт Болт откручу Болт 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 Вот нижний палец, он мертвый. Трубки за лонжероном идут топливные, тормозные трубки не позволяют ставить головку с воротком, поэтому самый лучший вариант здесь это трещоточный ключ, но с гибкой головкой, которого у меня сейчас нет. Обычным накидным потихонечку откручу. Угол если будет чуть побольше, градусов на 45, будет вообще удобно. Выкрутил я этот болт, я его обрежу и с одной и с другой стороны. Они длинные, вылазят снизу из-под гайки, коррозия их прихватывает и они плохо откручиваются. Снимаю скобу стабилизатора и снимаю втулку стабилизатора. Интересно, что втулка разрезом стояла вперед, обычно их ставят разрезом назад. Со второй стороны тоже откручиваю. Вторую сторону я тоже разобрал, снимаю скобу. Со второй стороны полегче, потому что здесь за лонжероном нет трубок. Сейчас покажу про какие трубки я говорю. Вот про эти тормозные, топливные, они мешают вставить головку. Протираю площадку. Протираю стабилизатор. Смазываю резьбу. Болт я подрезал на целый сантиметр. Болты тоже смазываю. Беру новые втулки. Втулки оригинальные. 44 712 34 00. Стоять. Чуть камера не убежала. 18 18 год. А диаметр на втулках не указан. Ставлю втулки на место, но ставлю их разрезом назад. Для чего разрез назад? Чтобы у нас грязь с похода не попадала. Скобу смазываю силиконовой смазкой. Обычный спрей. И одеваю на втулку. Наживляю болты. Супер. Цель. Болты. 100 00. Закрылки. Ставлю. Один. Болт пинь вт. и также сразу наживляю со второй стороны и подтягиваем втулку я затянул как с одной так и с другой стороны беру стабилизатор стойку стабилизатора 44 750 34 003 что все во что справа она одинаковая изменения коснулись ее в том плане что здесь внутри сделали шестигранник а на старой на родной здесь было подключено 17 смазываю резьбу устанавливаем место в комплекте новых гаек не идет устанавливаем старые затягиваю шестигранник здесь на 5 закрою резьбу немножко смазкой, чтобы на лишний раз коррозия не подъедалась. Снизу беру короткий шестигранник. Вот такой вот. Единственное, здесь на Путина автомобиле места мало. Я чуть-чуть поджимаю. Чуть-чуть стоечку поджимаю, вставляю шестигранники, закручиваю. Добавляю шестигранник. Добавляю шестигранник. Все, затянул. А чтобы не поджимать, лучший вариант с обоих сторон отцепить верхнее крепление к стойке, стабилизатор приподнять и можно длинным нормально держать шестигранником и удобно открутить. Все, меняю со второй стороны. Со второй стороны стойку стабилизатора тоже установил, втулку закрутил. На этом все. Замену втулок и стоек переднего стабилизатора я закончил. Всего вам доброго.